В эфире Азербайджанского телевидения новости в студии Ксения Анисимова. Здравствуйте. Президент Ильхам Али поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбам Байрамы. Сердечно поздравив всех наших соотечественников со священным праздником, являющимся символом единства, равенства и братства исламского мира. И передав самые искренние пожелания, глава государства отметил, что Гурбам Байрамы ознаменован тем, что исламская религия послана человечеству в качестве пути духовного и нравственного спасения и воплощает в себе любовь мусульман к Всевышнему и готовность к пожертвованию во имя истины и справедливости. Поздравление, говорится. Азербайджанский народ на протяжении веков отличался своей привязанностью к своим историческим корням, традициям и обычаям и даже в самые трудные времена сохранил свои национально-культурные ценности. Религиозные праздники, демонстрирующие нашу духовную солидарность с мусульманским миром, в том числе и церемонии жертвоприношения, ежегодно отмечаются в нашей стране с большой торжественностью и воодушевлением приносятся жертвы во имя Аллаха, возносятся молитвы о прогрессе нашего государства, благосостоянии и благополучии нашего народа. Еще раз с глубоким уважением чту бессмертную память наших шахидов, отдавших свои жизни за независимость Азербайджана и освобождение наших исконных земель от оккупации. Желаю им милости Всевышнего и терпения их близким. Дорогие братья и сестры, надеюсь, что ваши молитвы и намерения будут приняты Всевышним, и этот благословенный праздник станет торжеством свойственных нашему народу доброты, сострадания и милосердия. Еще больше укрепит дух национальной духовной солидарности в нашем обществе. Пусть священный Гурбам Байрам принесет благополучие вашим семьям и изобилие вашим домам. С праздником! Ильха Мали, президент Азербайджанской республики, город Баку, 7 июля 2022 года. Азербайджанская республика и решение всех вопросов путем прямого диалога между сторонами. Было подчеркнуто, что если Армения действительно заинтересована в нормализации отношений и брюссельских мирных переговорах, то она должна сделать правильные выводы из принятого решения парламентской ассамблеи ОБСЕ и внести вклад в мир. Азербайджан, предприняв практические шаги, предложил Армении после войны работать на самом высоком уровне над мирным соглашением. Наша страна продемонстрировала максимальную конструктивность в ликвидации последствий войны и восстановлении коммуникации. Об этом заявил министр иностранных дел Джейхум Барамов на открытии недели дипломатии в университете Ада. Он отметил, что нормальным добрососедским отношениям для устойчивого мира, безопасности и развития в регионе нет альтернативы. После трехстороннего заявления Азербайджан в вопросах ликвидации последствий войны и открытия коммуникации продемонстрировал максимальную конструктивность, предпринял все необходимые шаги. Наша страна неоднократно в официальной форме заявляла о значимости немедленной делимитации границ между Азербайджаном и Арменией. Делимитация и демаркация границ, а также подписание итогового документа о мире между двумя государствами являются необходимыми условиями для устойчивого мира и сотрудничества в регионе. В нынешней геополитической реальности Армения должна признать границы Азербайджана. С другой стороны, с точки зрения определения экономических приоритетов, в регионе должны быть предприняты шаги по открытию транспортно-коммуникационных линий. Армянская сторона занимается затягиванием этого вопроса. Джейхун Байрамов отметил, что в течение последнего года не наблюдается никаких шагов со стороны Армении. Представленные Азербайджаном и Арменией в качестве очередного шага пять базовых принципов основываются на международном праве. Эти принципы, как правило, составляют основу отношений между странами-соседями. Я бы не сказал, что были совершены какие-то значимые дела. Мы услышали только месседжи, мнения, дискуссии с Азербайджаном. Мы также слышим эти идеи от Армении. Мнения неоднозначны. И в армянском обществе есть лица их группы с реваншистскими призывами. Новые реалии, возникшие в регионе, обсуждались на открытии недели дипломатии, посвященной теме усилий Азербайджана по установлению мира и созиданию на пусконфликтном этапе. Целью недели дипломатии при совместной организации Министерства иностранных дел Университета Ада совместно с молодежью и волонтерами, интересующимися этой сферой, разработать интересные программы, провести обмен мнениями по самым актуальным вопросам, изучить позиции Азербайджана по происходящим в мире процессам в различных сферах. Также запланирована поездка молодежи и волонтеров в нашу культурную столицу Шушу. Тогру Гулузаде, Эльчин Тагеев, Ксения Анисьмова, Новости АС-ТВ. Армянский вандализм в отношении азербайджанского культурного наследия продолжается и сегодня. Разрушение мечети Тепябаши в Ереване еще одно тому подтверждение. Омолчание международных организаций на фоне всего происходящего еще больше воодушевляет армян. Каждая из мечетей, построенных на территории реванского ханства, в том числе в городе Ереван, являлась образцом национальной архитектуры. К сожалению, со временем эти ценнейшие памятники азербайджанского народа были разрушены и сфальсифицированы. Несмотря на то, что фактов, документов и записей о том, что эти памятники принадлежат азербайджанцам предостаточно, никто с ними не считается. Голубая мечеть, построенная в середине 18 века по приказу Гусейна Алихана, в последние годы была персидизирована под видом ремонтно-реставрационных работ. На этот раз мишенью стало еще более старинное место поклонения мечеть Тапябаши. Разрушенные памятники — это также тяжелый удар по нашей религии. Разрушение мечетей, пиров и других мест поклонения показывает, что армяне и армения не приспособились к современному миру. С одной стороны, Тапябаши свидетельствует о древности истории Азербайджана, а с другой стороны, это пример армянских зверств и вандализма. Мечеть Тапябаши была местом поклонения азербайджанцев. Из-за запущенного состояния она оказалась под угрозой разрушения. Правительство Армении причиной столь плачевного состояния памятника называет нехватку финансовых средств. Но этот аргумент несостоятельен. Этот вандализм Армении — признак варварства как с религиозной точки зрения, так и с точки зрения отношения к архитектуре. Есть специальные решения, принятые ЮНЕСКО, организацией, которая непосредственно контролирует всемирное культурное наследие. Если совершено преступление против исторического наследия, национально-культурного наследия какого-то народа, нации, этнической группы, если оно уничтожается, то это считается тяготейшим преступлением с точки зрения международного права. Самое интересное, что эти действия, совершаемые армянами против религиозных памятников, принадлежащих азербайджанцам, почему-то остаются без внимания международных организаций. Они совершают вандализм и зверства и в отношении топонимов, и в отношении архитектурных памятников, всех памятников, отражающих историческое наследие Азербайджана. К сожалению, международные организации игнорируют этот вандализм Армении. Они не видят и не слышат обращения Азербайджана в связи с этим, не дают политической оценки происходящему. К сожалению, мы не видим такого же рвения со стороны ЮНЕСКО в отношении нашего исторического наследия в Западном Азербайджане, как в отношении так называемого армянского наследия на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. И после войны, после восстановления исторической справедливости, мы вновь сталкиваемся с двойными стандартами международных организаций. В этой связи хочу особо отметить ЮНЕСКО. Определённые заявления ЮНЕСКО и других международных организаций против Азербайджана и многое другое в очередной раз продемонстрировали их двойные стандарты в этих вопросах. Словом, картина не меняется. Как всегда, Армения, осуществляющая политику террора и международные организации, верные своему ампула равнодушного наблюдателя. А Азербайджан, диктуя все нормы и принципы, решительно идёт по пути восстановления справедливости. Рюстам Микел Заде, Багар Керемов, Сабин Алиева, Новости АСТВ. Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией – вопрос времени. Однако в Армении не прекращаются призывы радикальных реваншевских сил, выступающих против мирного соглашения. Уже несколько дней в армянских СМИ распространяется информация, что, прослышав о скором вынужденном отъезде из Лачина, армяне совершают в городе грабежи, мародёрства и пожары. Строительство альтернативной Лачинскому коридору дороги отражено в трёхстороннем заявлении, подписанном 10 ноября 2020 года. Согласно шестому пункту документа, после завершения работ по прокладке альтернативной дороги город Лачин и несколько сёл должны быть переданы Азербайджану. Поскольку строительство дороги подходит к концу, незаконно поселившиеся в Лачине армяне начали всё уничтожать. Уже армянские СМИ тиражируют информацию, что начавшие переселяться с этих территорий армяне поджигают дома, грабят наше культурное наследие. В распространённых в социальных сетях кадрах некоторые армяне даже жалуются, что их дома были разграблены соотечественниками. «Совершаемые этническими армянами на исторических азербайджанских землях мародёрства и грабежи, даже сантехники из домов на самом деле демонстрируют, что эти действия являются характерным элементом этого народа. Это части культуры». Знакомая картина. Трудно поверить, что армяне, которые до сдачи Кельбаджара грабили, сжигали принадлежавшие азербайджанцам дома, вырубали и вывозили деревья, не совершат подобное и влачение. На всех этапах конфликта с Арменией мы всегда сталкивались с армянским вандализмом. Однако в этот раз ситуация отличается. Созданные в регионе новые реалии после 44-дневной отечественной войны провели жирную черту над армянской мечтой. «Наше государство уже предприняло определенные шаги для предотвращения такого рода действий. Всю ответственность в этом вопросе несут российские миротворцы. Если хоть одна наша комната, хоть один наш дом столкнутся с таким армянским вандализмом и в результате будут разрушены, уничтожены, сожжены, то, естественно, ответственность за это наравне с армянами ложится и на миротворцев». Некоторые силы в Армении до сих пор не осознают, что своими реваншистскими призывами они ставят под угрозу государственность этой страны. Их не волнует риск исчезновения Армении как государства. А все это в конечном итоге может привести к более плачевному поражению Армении во всех сферах, поскольку железный кулак по-прежнему на месте. С целью выполнения возложенных на государственные органы обязательств по повышению эффективности оказания услуг гражданам при Министерстве иностранных дел создан новый центр приема «Главный критерий обеспечения оперативности предоставляемых услуг». В Центре осуществлены технические меры безопасности, созданы необходимые условия для обеспечения комфортного передвижения лиц с ограниченными физическими возможностями и оперативного рассмотрения заявлений. Стало известно число велосипедистов, которые примут участие в международных соревнованиях по велосипедному спорту «Дорогая Шуша», организованных Министерством молодежи и спорта Федерацией велоспорта Азербайджана и Управлением Государственного заповедника города Шуша. До 80 спортсменов из 10 стран примут участие в двухдневном турнире. Первый этап состоится 9 июля возле парка Нерекент в Пиралахинском районе. Велосипедисты будут соревноваться в индивидуальной гонке и на дистанции 21 километр. Второй этап пройдет 10 июля. Спортсмены возьмут старт от Физулинского международного аэропорта и завершат гонку отеля «Карабах» в Шуше. Последний день соревнований спортсмены попытают свои силы в групповой эстафете на дистанции 71 километр. Во время 44-дневной Отечественной войны неоккупированные села Агдама были в числе населенных пунктов, подвергавшихся интенсивному артиллерийскому обстрелу вооруженных сил Армении. В результате этих атак был нанесен серьезный ущерб жилым домам и социальным объектам, в том числе 15 школам. После окончания войны начались работы по восстановлению реконструкции. В настоящее время строится новое здание полной средней школы поселка Бахарлы-1. Подробнее о том, как продвигается работа и когда школа будет готова, в следующем репортаже из Агдама. Поселок Бахарлы-1, где проживают вынужденные переселенцы, был одним из пострадавших во время войны населенных пунктов Агдамского района. Помимо частных домов, здесь пострадали также школа и детский сад. Одна часть нашей школы оказалась в совершенно непригодном состоянии. Тем не менее, благодаря заботе нашего государства, заботе господина президента, был осуществлен временный ремонт. Несмотря на трудности, мы не дали нашим ученикам пропустить занятия. В начале этого года приступили к строительству нового здания школы. Уже проделана значительная работа по возведению двухэтажного здания на 432 ученических места. К сегодняшнему дню завершены работы по фундаменту и кладке стен. Подходит к завершению штукатурной работы. Монтируются окна, вырыты котлованы под фундамент будущей котельной. Подводный резервуар на 200 кубометров. Ведутся работы по армированию. Остальную работу мы ведем внутри здания. Это полы, потолки, побелка. В новом здании школы будут созданы условия для обучения в соответствии с современными стандартами. Помимо учебных классов, здесь будут лаборатории, предметные кабинеты, спортивный зал, библиотека и столовая. Новое здание средней школы посёлка Бахарла-1 будет готово в сентябре. 380 учеников начнёт новый учебный год в этой школе. Кельваджарским, Млачинским, а также пастбищам других районов, освобождённых от оккупации, возвращается прежний облик, как в прошлом году овцеводческие и пчеловодческие хозяйства переводят на эти пастбища и этим летом. Процесс уже завершается. На пастбище на освобождённой от оккупации территории получили разрешение отправиться в составе фермерских хозяйств более 17 тысяч человек. Подробности в следующем видеоматериале. Стада поднимаются в горы на кельваджарские пастбища. Это одно из последних овцеводческих хозяйств, перевезённых в этом году на пастбище. Из-за богатой растительности в этом сезоне, как и в прошлом году, стада пасутся только на кельваджарских и лачинских пастбищах. На сегодняшний день на пастбище перевезено 940 овцеводческих хозяйств. Здешняя богатая растительность позволяет кормить миллионы голов скота. В советское время сюда на пастбище переводили хозяйство 30 районов. Если в минувшем году перевели 10 тысяч голов скота, то в этом уже 300 тысяч. Фермеры, которые желают отправиться на пастбище, сначала зарегистрировались в электронной сельскохозяйственной информационной системе, а зачем прошли тренинги по технике безопасности в учебном центре Анама. Это касается как животноводов, так и пчеловодов. Пчеловоды уже на пастбище. И не только в Кельваджаре и Лачине. Пчеловодам также разрешили выезжать на другие пастбище восточно-зангизурской и карабахской экономических зон. В целом, в текущем году на период выпасов на пастбищах, освобожденных от оккупации районов, было разрешено отправиться в составе фермерских хозяйств 17 406 человек, 1101 из них пчеловоды. Они перевезли в горы 61 045 ульев. Овцеводческие и пчеловодческие фирмы останутся на пастбищах до начала сентября. Министр цифрового развития и транспорта Решет Набиев находился с визитом в Грузию. Встретился с вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Грузии Ливаном Давидашвили. На встрече стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в экономической, политической, транспортной, логистической и других сферах, а также приоритетные направления связи между нашими странами. В ходе встречи с премьер-министром Грузии Раклием Гарибашвили состоялся обмен мнением, по вопросам стратегического партнерства, углубления сотрудничества между Грузией и Азербайджаном. Стороны направили внимание на сотрудничество в области транспорта и инфраструктуры. Азербайджан придает большое значение взаимодействиям с Китайской Народной Республикой. Наша страна заинтересована в участии китайских компаний в работах по восстановлению и созиданию на освобожденных от оккупации территориях. Об этом говорили представители Коммунистической партии Китая и партии Йене Азербайджана, состоявшемся в формате видеоконференции встречи. Касаясь политических, экономических, гуманитарных связей между нашими странами, заместитель председателя партии Йене Азербайджан, руководитель интернет-тандом аппарата Таир Будагов, подчеркнул важность дальнейшего укрепления. Заведующий отделом международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Циан Хуншан отметил, что Азербайджан является одним из основных партнеров Китая в регионе. Китайская Народная Республика заинтересована в обеспечении мира, безопасности и сотрудничества на Южном Кавказе. Затем состоялась встреча и объемлениями с экспертами по вопросам технологии и инновации, строительства и перспектив развития одного пояса. Состоялась презентация сайта tahertech.gov.as, подготовленного Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры. Министр культуры Анар Киаримов отметил, что в результате мониторинга, проведенного на освобожденных от оккупации территориях, были выявлены многочисленные факты вандализма со стороны армян в отношении нашего культурного наследия. На новом сайте подробно приводятся результаты мониторинга историко-культурных памятников. Сайт heritage.gov.as содержит информацию о сегодняшнем состоянии наших памятников, находившихся под оккупацией в течение 30 лет, о нанесенном им в период оккупации и ущербе, их разрушении и присвоении. Сайт нацелен на доведение до широкой аудитории последствий актов вандализма. Редактор субтитров А.Семкин